Всем привет! Снова у нас в эфире Андрей. Сегодня он принес очень интересные модели пожарных автомобилей. И сейчас он вам расскажет, как он с ними поработал. Здравствуйте! Здравствуйте! Карагандинский флор приветствует вас. Ну вот, это стоковые модели. Производство Агат, Газели. И вот эти МАЗы 7310. Это производство Эликон. Вот этот МАЗ, который сейчас мы снимаем. 12 номер у него. Он был изготовлен, то есть он немножко был перекрашен. Навесное оборудование добавилось. Декали, фототравление. Он изготовился вот из точно такой же модели, которая стоит рядом. Это стоковая модель. Вот от нее коробочка стоит на заднем плане. МАЗ 7310. Параметры его. Скорость, масса. Вот. То есть, что было сделано. Вот эти все элементы. Поручни, клетки, подножки, боковые подножки. Задние части, лестницы с поручнями. Все это изготавливается из меди, латуни. Ну и соответственно окрасится. Немножко доработали ходовую часть. Она стала у нас пружинить. Вот. Все четыре колеса, они стали получать с амортизаторами. У него хороший ход. Модель идет мягко. Сделано это вот такими пластинами. Это вы зарабатывали? Да. Это все делалось вот. Это обычная медь. Проволока подбиралась именно в масштабе делалась. И потом она спаивалась и красилась отдельно. То есть вот сравните, да, какая модель вам больше понравилась. Да, вот их две. Все то же самое. Ну тут вот, если посмотреть. То есть выглядит вот таким образом дно. Соответственно, лестницы, вот эта вся часть, это стандартная отливочка. Стандартная отливочка из пластмассы. А здесь вот такого плана уже получилось. Детальная доработка, да? Детальная доработка, да. Получается, вот она 60АА60. У нее инвентаризационный номер, или как он называется правильно. То есть цистерна А60. Но они в основном, это, конечно, аэропорт. Аэропортовские пожарные машины. Потому что объем воды и пены очень большой. То есть как раз подходит на малое расстояние, но с большим запасом воды. Это одна из самых крупных машин, получается, пожарной техники Советского Союза. А далее? Получается модель старого образца Газель. Эта решетка у нее плоская. И уже нового образца Газель. Уже рестайлинг. Получаются уже косые фары. Корпуса сделаны... Вот именно у Агата очень хорошая проработка дна. Рессоры, глушитель, запаска. Очень хорошо сделано. И, конечно, колеса. Это ступицы, отверстия. Очень красиво все сделано. Модель прям шикарна. Все вот эти элементы, маленькие, где поворотники, решетки, даже катафоты в бампер, сделаны отдельными деталями. Это пластмассочка. Отдельным деталям все выкрашено. Масштаб какой? Масштаб 1 к 43. И у этих точно такой же. То есть вы можете сравнить, что это один и тот же масштаб. Какая разница в величине. То есть понятно, что эта машина очень огромна. Ну вот. Если взять, допустим, вот газельку поставить рядышком. Ну понятно, что в такой огромный корпус автомобиля влезет две газели и даже оставится место. То есть запас очень огромный. Ну и, наверное, расход топлива тоже очень огромный. Вот такая вот модель получилась. Приложив немножко усилий, немножко терпения, краски, кисточек. Вот как-то так. Сколько времени на это ушло? Ну работал не я один. Я делал все медные элементы. И отдавал Геннадию с Тараганды. Он делал покраску автомобиля. Ушло где-то в районе, наверное, около двух недель. Ну вполне. Вот видите, даже маленькую модельку покрасить надо. Иногда времени уходит больше, чем покрасить настоящую автомобиль. Да. Так что учитывайте. И только вот за то, что Андрей вместе со своим коллегой потратил на это столько времени, это обязательно надо лайкнуть. Обязательно. Андрей, покажите, как вам надо лайкнуть. И прокомментировать. Комментируйте. А лучше похвалить как следует. Потому что человек старался. Носите свои пожелания или советы, или какую-то критику. То есть мы всегда рады прислушаться. Ну и принять во внимание. Скажите, автомобилисты сейчас в Тараганде как часто собираются? Как вас можно найти? Тоже расскажите, чтобы люди знали. Ну сейчас у нас появилось новое место. Это областной музей. Областной музей. На 45-м квартале он находится в городе Тараганды. Много коллекционеров, нумизматов, филателистов. И мы, моделисты, тоже здесь присутствуем. То есть приходите, приносите свои модели, приносите свои работы. То есть можно будет пообщаться, посмотреть, посоветоваться. Ну вот как-то так. Сегодня просто первый день столовки. Сегодня первый день. Помещение отличное, хорошее. Дай бог, получается, развитие нашего клуба. И мы, конечно, ждем всех, чтобы все приходили, общались. Коллекционирование – это, конечно, очень глубокий мир. Глубокий мир у каждого коллекционера. Это свой путь. У каждого коллекционера своя тематика. Так что, наверное, будет очень интересно людям. Так что, кто захочет, тот пускай приходит, смотрит, советуется, общается. Спасибо. Спасибо вам.